МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже с января 2021 года мы запускаем тестовый режим и к концу 2021 года это приложение заработает 100%. Одним из крупных разделов сервиса станет навигатор «Я родился», где будущие многодетные мамы смогут ознакомиться с мерами поддержки, учреждениями и услугами от АДАЯ. Там будет и карта всех социальных учреждений региона, контактные данные, а также электронная форма подачи заявки. Не обойдется и без обратной связи. Люди должны значительно быстрее и удобнее для себя получать социальные услуги в электронном виде, использовать цифровые решения. В качестве главенствующей задачи, которая стоит перед всей Российской Федерацией, а значит и перед нами с вами, как частички Российской Федерации, увеличение доли массов социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%. Техническую поддержку Министерству семейно-демографической политики окажет электронное правительство Ульяновской области. Из 140 услуг ведомства 31 со следующего года переведут в электронный формат и передадут в многофункциональные центры региона. Дни говорим, что соцзащита там закрывается или какие-то полномочия соцзащиты передаются. У нас на сегодняшний день очень современное стоит программное обеспечение. И если человек один раз пришел в многофункциональный центр, создается его цифровой профиль. А уже в этом году на службе в МФЦ появится виртуальная команда помощников. Нейророботы возьмут на себя большую часть работы операторов колл-центра, которые в силу загруженности порою пропускают половину поступающих звонков. И с помощью искусственного интеллекта роботы смогут отвечать на запросы граждан в колл-центре МФЦ, обрабатывать поступающие запросы и записывать граждан на прием. Все это позволит перераспределить нагрузку с операторов и сократить время ожидания наших уважаемых жителей. В перспективе у роботов появится возможность запоминать клиента по голосу и оценивать настроение по интонации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!